Согласен с предыдущим оратором по поводу выборов, и ЛДПР это говорит уже в этом зале 20 лет. А то, что касается Нижнего Новгорода, это продолжение московского стиля управления выборами. Также и Слушков проводил выборы, всегда он побеждал, и Мосгордума всегда все побеждала, и, видимо, туда и перенесли этот стиль. Я их не понимаю в психологию. Неужели они не чувствуют, что это просто стыдно писать себе 87-75? 30% не больше получает любая власть в любой точке планеты. 30% не больше. Ну в порядке исключения, ну 40. Ну 51 напиши. Нет, 60, 70, 87. И, естественно, других опускает. И что получается? Готовим Майдан. Сами готовим Майдан. Царь подготовил сам февральскую революцию, когда все от него отказались. Верхушка КПСС сама подготовила ГКЧП. Никто не вышел, кроме ЛДПР, защищать их. И сейчас вот выборы проходят, они над нами издеваются. Но у нас сегодня, в эти дни годовщина Майдана, в этом зале в среду вы хлопали министром странных дел. Можно хлопать. Всегда есть плюсы какие-то. Но все-таки главный-то итог это поражение внешней политики на примере Украины. С позором поражение проиграть братскую страну, славянскую, православную. 300 лет жили вместе. Практически единая страна. Это все равно, что мы проиграли бы Петербург или Архангельск. Вдруг там переворот, и они уже наши с вами враги. Ну, можно хлопать. Фракция ЛДПР не хлопала. В таких условиях меняют министра. Ведь бомбят Донбасса, вы хлопаете. О, какие министры у нас хорошие. Вы что делаете вообще? Ну, нравится вам министр? Отдельное письмо на практике. Но когда убивают каждый день русских, а вы хлопаете министру, чьи послы все это проморгали. Ничего не сделал. Ни Черномырдин покойный, ни нынешний Зурабов. Даже послы, от них зависит многое. Занимались сверхучно. Договорились с Кучмой, с Ющенко, Янукович, ГАЗ. И с ними ГАЗом, ГАЗом, ГАЗом. И прогазовали страну. Только ГАЗом занимались. А надо было заниматься учебниками, по которым учат миллионы жителей Украины. Прочтите вы, дипломаты, эти учебники. Что там написано? Я уже сто раз говорил к Комитету по образованию нашему. Запросите все учебники новые по истории. Не только в бывших советских республиках, но и в нынешних некоторых республиках нашей страны. И устроить круглые столы. Посмотреть, чему учат молодое поколение. Но не делает ничего. Наш Комитет по образованию ничего не делает. Там у нас молодой депутат Анисимов, он должен там переворот совершить. И захватить власть, чтобы Комитет заработал наконец. Иначе пока это антиобразование. 23 года мы с вами не знали суть этих учебников. И все хлопали, думали, дружба народов, дружба народов. Уже первый сигнал был, когда Кучма написал книгу «Украина, не Россия». Уже он сказал, а, «Украина, не Россия». И в чем дело здесь? Вы поете в другую сторону? Тогда давайте выстраивать отношения, как на той стране они выстраиваются. Пропустили. Что там Кучма написал? Он же предупредил нас всех с вами, что Украина, не Россия. А мы не обсудили эту книгу, ничего не сделали. Наш комитет есть по СНГ, комитет по международным делам. Что они делали в отношении Украины? 23 года. Ничего не делали. Я сколько раз предлагал, давайте из Киева не вылезать. Нет, летят Доминиканская республика, Гвинея, ЮАР, Кейптаун, Австралия. Вот там-то что делать? Можно делегации направлять по всему миру. Но главный удар Киев. Нет? Туда меньше ездили. И сюда меньше приглашали. Поэтому надо понять все-таки, что произошло там, на Майдане. Я уже высказал, так сказать, позицию, что это был запланированный спектакль. Конечно, недовольство есть, коррупция там, власть. В любой стране мира люди могут выйти. Но когда выходят на площадь и не уходят, это уже организационный момент. Всем хочется кушать холодно через два часа. Всем нужен туалет. А они стоят. И палатки есть. И печки есть. И питание есть. И музыка есть. И наркотики есть. И зарплата есть. И полное безвластие есть. И постепенно нарастает революция. Ну и где наши товарищи, которые могли бы там находиться? Обычно наши сидели, осведомители в каждом советском учреждении. Что там на Майдане никого не было? Посмотреть, кто там чем командует, так сказать. И разобраться. Значит, кто? С какой целью дали команду слишком большую силу применить в отношении студентов? Провокация, конечно. Кто команду даёт? Лёвочкин. Замглава и глава администрации у Януковича. Для чего? Спровоцировать обострение. Кто расстреливает людей? Снайперы. Естественно. Зачем патриотам Украины расстреливать своих граждан? Это делали те, кто организовал Майдан. Но мы со своими снайперами не разобрались. Кто в 93-м году стрелял? В создание СЭФ тогда ещё был не мэрия. Кто тогда стрелял? И по тем, по другим. Чтобы создать кровавое состояние и расстрелять парламент. Те же самые снайперы из всех же стран. И 21 февраля вдруг ночь. Янукович как Керенский бежит. Кто ему угрожает? Армия в твоём подчинении. Ведь КГБ Украины под названием СБУ было в руках Януковича. Якименко начальник. Это сейчас враг Наливайченко. И что Якименко не знал, что Наливайченко, агент ЦРУ, сидит прямо в штаб-квартире, так сказать, СБУ Украины. Знал. И некому было Януковичу подсказать, что нельзя раскручивать правые националистические силы. То есть всё спектакль. Называется Театр юного зрителя. А начался спектакль в Москве 19 августа. В 6 утра всё хорошо. Теперь для меня самая любимая мелодия и спектакль «Лебединое озеро». Я думаю, как хорошо, неужели власть одумалась с 6 утра. В 11 смотрю, танки. Ну, молодцы. В 16 началось отступление. Танки разворачивают. И они уходят. Ну, спектакль. Язов что-то не понял. Крючков что-то не понял. Лебедь что-то не понял. Грея этот какого. Грачёв. Ачалов. 5-6 генералов. Они не могли разобраться. Один спит. Другой пьёт. Четвёртый ждёт депешу. Ну, смешно. Всё знали. Всё спектакль. Чтобы спровоцировать. Запрет КПСС. И ослабить Горбачёва. И в декабре он добровольно. Такого в мире не было ещё. Спокойненько сдаёт полномочия. Что? К Кремлю подошли какие-то иностранные войска? Кто подошёл? Ты садишься в силу сложившихся обстоятельств. Не считаю возможным продолжать исполнение. Каких обстоятельств? Ты глава самого мощного в мире государства. У тебя 7-миллионная армия. Вызовет Таманскую дивизию. Кантемировскую дивизию. И арестует всю Ельцинскую команду. По всем республикам дай команду арестовать всех новых руководителей. У тебя Конституция СССР ещё действует. Поэтому это всё спектакль. То же самое Майдан. Всё в чистом виде. Янукович что-то испугался. Уехал, чтобы сдать власть новой хунте. И бомбят Донбасс. Что? Они не понимают, что это... Не надо бомбить мирных граждан. Всё понимают. Вызвать озлобление. Вызвать ненависть. То есть целый год выполняется сценарий. Вот год прошёл. И я надеюсь, не зря вчера у нас было заседание наверху. Обсуждался вопрос, связанный вот с безопасностью, с экстремизмом и так далее. Может быть там за закрытыми дверями больше всего, наверное, про Майданы говорили. Что надо предупреждать. Для этого надо прислушиваться к тем, кто внизу. Кто лучше знает настроение масс. И не прислушиваться к советникам. К трусливым людям, которые только в кабинетах сидят и сдают власть через 5 минут после первого выстрела. Слава Богу, что это произошло на Украине. Это как раз хороший пример. Чтобы так у нас не произошло никогда. Хотя некоторые даже в этом зале об этом мечтают. И получают... Сейчас была небольшая рокировочка, спор, в каком комитете находится закон. Я для облегчения предлагаю комитеты объединить. У нас был комитет один по законодательству. А то возникает на ровном месте непонятно, в каком комитете действительно. Никогда у нас не было два правовых комитета. Ну вот наш закон по скидкам на штраф за нарушение ПДД отклонили. Свой приняли, Единая Россия, и опять лежит. Но вроде бы объяснили нам сейчас, наконец-то, слишком много уже законов, регулирующих нарушение правил ПДД. Но надо как-то отмечать всё-таки вклад других фракций. То есть нас выкинули, мы вообще не участвуем. Свой приняли, но дальше тоже остановили. И да, у депутатов теряется работоспособность. А что работать, если всё будет валяться где-то долго или вообще отклонят? Ну, земля. Мы это говорим, выделение бесплатной земли. ГКЧП с опозданием это обещал. И вы знаете, чем закончился ГКЧП. Хотя первый пункт был наделить землёй. И наделили, и где они. Перенос единого дня голосования. Это всё от ЛДПР. Ну, решите, наконец-то. Ну, не хотите вы в марте, ну, тогда надо это как-то определиться. И там какие нужны обоснования. Просто день. Весна или осень. Мы предлагаем весной, потому что надо, чтобы люди отдыхали летом. Императивный мандат. Ну, в зал посмотрите сейчас все внимательно. Если был бы императивный мандат, сидело бы 449 депутатов. Один, допустим, болеет. Давайте сократим число депутатов. Я это наблюдаю 20 лет. Ровно пополам сократить, и будет полный зал. Как некоторые театры. Полупустой зал. Дайте им другой зал. Будет полный зал. Не хотят люди идти на спектакль. То есть дело в том, что не тот зал. Не для той труппы. Поэтому здесь мы должны как-то влиять. Рычага влияния нет. А почему сейчас полупустой? Домой поехали. К тёще на блины. Я предлагаю кардинальное решение. В Государственной Думе должны быть только москвичи депутаты. Чтобы и тёща, и любовница всё здесь, на месте. Ехать не надо. А местными проблемами пускай занимаются местные депутаты. И в Москве весь интеллект собран. Все лучшие умы. Пускай они сидят и решают здесь. И поменьше их может быть. И экономия будет. Потому что я бы сам не ездил в Москву, если у меня все родственники, одноклассники, охота, огород, погреб, всё там. Что делать в этом страшном городе, где тяжело жить, не москвичу? Я 50 лет не могу привыкнуть. 50 лет не могу привыкнуть. А что не приехали на 4-5 лет? Конечно, он приехал сюда только, служебную квартиру занимает и всё. О пределах допустимой обороны. Уже правительство начинает смягчать законодательство. Госдума не хочет дать. Ну, понимаете, как обороняться людям, когда мы не определились законодательно? Ну, хотя бы в отношении жилища. Давайте примем решение, что никто не может входить и немедленно можно открывать стрельбу. Что ты ломишься ночью в чужой дом? Иначе получается так. Ружьё в одном месте должно лежать в сейфе, патроны в другом месте. И как вы будете обороняться, если он уже проломил дверь или окно, будете бежать в сейф, кодовый замок набирать, ружьё, бежать в другой сейф, патрон вставлять, а он будет ждать. Когда, наконец, вы будете оборонять своё жилище? Инструкции все неприменимы. Это нужно решать. Сегодня годовщина 200 лет разгрома Наполеона. Полная тишина. Что, это была великая битва? Вот тогда русская армия должна была остаться в Европе. Навсегда. 200 лет стояла бы она сегодня в Париже, во Франции. И французы нам бы и не мистрали делали, а сидели бы у нас, на наших верфях. И работали как разнорабочие. Потому что они сожгли полстраны. Вот Соликамск. Очередная авария, мы опять молчим. Провалился дом. Здесь я 10 лет назад, в фракции ЛДПР, просили внести постановление, принять. Обращение к правительству. Разобраться в аварии. Соликамск. Ничего не сделали. Комарова стала руководителем ХМАО. А дома будут проваливаться. Ибо в Соликамске всё под городом пустота. Всю руду вытащили. А строили дома там, где нельзя строить. Теперь будем фиксировать, сколько упало людей в пропасть, сколько погибло. А вы здесь не хотели даже постановления с обращением к правительству проверить причины аварии. А она пошла на повышение. Комарова. Теперь она в ХМАО там занимается авариями. Вот почему бы нам... У нас вот два комитета есть по бюджету и по финансовым рынкам. Тоже непонятное, так сказать, разделение. Давайте ещё бюджетный комитет разделим. Комитет по доходам, комитет по расходам. Ну зачем это делать? А вот заняться... Кто сегодня барахлил курсом рубля? Это же определённые мощные группировки. Скупили сперва валюту, а потом быстренько перевели в рубли. Это не население. На 30% они обрушили нашу с вами финансовую систему. Они обогатились. А где наше регулирование? Вот два комитета сидят, чем они занимаются? Финансовый рынок и комитет. Зачем он нужен? Он финансовый рынок с сентября по ноябрь. Протрясли как грушу. Собрали деньги и поедут отдыхать на Новый год. А мы должны это всё делать. Ну наконец, это вот ажиотаж с гречкой. Тоже, наверное, вот вы не хотите комитет по продовольствию. Но пусть занимается комитет по сельскому хозяйству наш. Он скажет, а всё, гречка, мы вырастили её много. Это уже не наш вопрос. Правильно, это не их вопрос. Сельское хозяйство, это вырастить урожай. А переработать, направить торговую сеть, сохранить, это комитет по продовольствию. Да смешно. В стране, которая производит больше всего гречки в мире, вдруг начался ажиотаж. Спекулянты специально. Якобы санкции, да только мы производим гречку. Какие санкции? Полно гречки на складах. Значит, кто не работает? Федеральная антимонопольная служба. Что предлагала ЛДПР? Убрать этого товарища. Даже фамилию я его забыл. Столько ненависти вызывает у нас. Яблочник. Артемьев. С бородой такой. Террорист. Да. То есть, кому вы доверили? Кому вы доверили антимонопольную службу? Разрушителям страны. Яблоко. И ничего не делает. По всей стране антимонопольная служба ничего не делает. Никого не останавливает. Это ошибка. Поэтому мы должны реагировать. А у нас в плане работы на декабрь, конец года, то, о чем я говорил, нету. Это ошибка в планировании. Давайте на январь-то что запустим. На февраль. Чтобы чувствовалось участие Думы в решении общегосударственных вопросов. Спасибо. Владимир Иванович, напомню, вчера был открыт памятник императору Александру Первому, который освободил Европу от наполеоновской армии. Микрофон, Владимир Иванович. Почему без участия депутатов открывали памятник? Один провокатель говорит, поедем, открывают памятник. Хорошо, что я не поехал. ФСО все закрыло. Как бы мы пошли? Когда участвует президент, обязательно нужно будет приглашение. ФСО по приглашениям пропускают. Хорошо, я вовремя остановился бы. Сейчас бы вся пресса. Жириновский пытался прорваться на церемонию открытия памятника. Нет, вас бы с удовольствием там ждали. Ну а что не дали приглашение? Что это такое? Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо. Спасибо. Спасибо, кстати, еще и за заботу о некоторых внеслужебных аспектах деятельности депутатов.